Я верю в чудо Пусть пока бьется твой пульс Он во благо людей Ведь ты знаешь и сам Как хочется жить Поклонимся врачам За их святую миссию За их огонь неистовы Который светит нам Поклонимся врачам И нашими молитвами Пускай Господь хранит вас Поклонимся врачам Получая высокое звание врача Действовать исключительно в его интересах Независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельствах Проявлять высочайшее уважение к жизни человека Постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство Беречь и развивать благородные традиции медицины Клятва российского врача Ежегодно в третье воскресенье июня в России отмечают свой профессиональный праздник врачи, медсестры, фельдшеры, работники скорой, санитары Словом, все те, кто имеет отношение к медицине День медицинского работника Невозможно назвать точную дату зарождения медицины Мы все понимаем, что первобытный человек был не лишён различных заболеваний или травм Но не можем утверждать, что кто-то спешил к нему на выручку Как раз тогда, когда человек осознанно начал пытаться помочь другому человеку Облегчить его страдания, сохранить жизнь, наладить трудоспособность И зародилась медицина Сам термин медицина происходит от латинского названия ars medicina Искусство исцеления А к профессии врача во все времена относились с большим уважением Ведь без неё невозможно развитие человечества Первым в мире врачом считается Гиппократ Он стал основоположником медицины Впервые начав классифицировать болезни и искать причины их возникновения Гиппократ написал множество трудов по клинической медицине А также утверждал, что к каждому больному нужен индивидуальный подход Кроме того, учёный считал, что его последователи просто обязаны быть милосердными в своём деле Соблюдать этические нормы Он даже составил собственный кодекс для древнегреческих врачей Нормы эти настолько прижились, что впоследствии разошлись по всем странам мира Их так и стали называть «клятва Гиппократа» Сейчас несколько изменённый этот кодекс называется «клятва российского врача» Невозможно переоценить подвиг врачей, медсестёр, санитаров на полях сражений в годы Великой Отечественной войны Чем дальше в историю уходят эти трагические годы, тем яснее видится, какой ценой досталась нам победа Какую лепту в дело победы внесла медицина? В 1941-1945 годах через госпитали прошли более 22 миллионов человек Из них более 17 миллионов были возвращены в строй 85 человек из каждой сотни поражённых на полях боя защищали родину, вернувшись из медицинских учреждений Благодаря работе медиков армия не потеряла 72% раненых и 90% заболевших на полях сражений Во время Великой Отечественной войны погибли или пропали без вести около 85 тысяч медиков Среди которых 5000 врачей, 9000 медсестёр и медбратьев, почти 71 тысяча санитарных инструкторов и санитаров В целом, в период войны смертность медработников была на втором месте после гибели на полях сражений бойцов стрелковых подразделений Средняя продолжительность жизни санинструкторов на передовой в 1941 году составляла 40 секунд 47 медицинских работников получили звание Героя Советского Союза День медика является не просто праздником, он приравнивается ко Дню солидарности, когда каждый человек старается выразить медицинским работникам своё почтение и уважение И не важно, врач это или обычная санитарка, эти люди вместе стоят на страже нашего здоровья Настоящих врачей от Бога действительно мало, но они есть, и если бы не они, наш мир не становился бы прекраснее и здоровее Каждый, желающий стать медицинским работником, должен пройти серьёзную многоуровневую подготовку Она начинается с поступления в профильное учебное заведение, высшее или среднее специальное Учащиеся в ВУЗа посещают лекции и семинары, а также проходят практику в больницах После окончания шести курсов можно поступить в интернатуру Среднее медицинское образование построено по аналогии с высшим Училища предполагают менее продолжительный путь к специальности, но оно считается менее престижным, а задачи не столь высоко ответственными Люди в белых халатах обязаны подтверждать собственную квалификацию, показывая необходимый багаж знаний От неё зависит сложность работ, которым допускается профессионал Высшая врачебная категория требует не менее 20 лет клинической практики На официальном уровне день медицинского работника начали отмечать 42 года назад Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1980 году была установлена дата празднования Дня Медика Традиция эта сохранилась и в Российской Федерации Торжества в этот день собирают за праздничными столами врачей, медсестёр, фельдшеров Каждого, кто решил приобщиться к такому ответственному и в то же время такому важному делу, как спасение человеческих жизней и здоровья Несмотря на множество трудностей, люди медицины каждый день стараются ответственно выполнять свою работу Соблюдая основной принцип медицинской этики «не навреди» Многие из них завоёвывают признание граждан своим бескорыстием, профессионализмом и состраданием Поклонимся врачам За их святую миссию За их огонь неистовый Который светит нам Поклонимся врачам Поклонимся врачам Поклонимся врачам Продолжение следует...